Привет, дорогой зритель канала Правильный Выбор! В этом видео я расскажу о лучших инверторных кондиционерах в 2024 году. На первое место сегодняшнего рейтинга я поставил кондиционер от бренда Tuvio, принадлежащего компании Яндекс. Модель с мощностью охлаждения в 7000 BTE, рассчитанная на площадь помещения до 22 квадратов, обойдется порядка 26 тысяч рублей. А теперь позволю себе небольшой офф-топ. Параметр BTU7, он же 7000 BTE, означает указание охлаждающей способности девайса в британских тепловых единицах. Для перевода в ватты это значение нужно умножить на 3 десятых, то есть 7000 BTE это 2100 ватт, или 2,1 киловатта, 9000 2,6 киловатта, 12000 3,5 киловатта. И возвращаюсь к кондиционеру Tuvio. Максимальный уровень шума этого кондиционера достигает 51 дБ. Громковато. Есть Daikin, тот вообще практически бесшумный при мощности 12000 BTE. Правда стоит он 400 тысяч, а не 26. В преимущество Tuvio запишу пятилетнюю гарантию от производителя, довольно компактные размеры и разные удобные режимы работы. Помимо охлаждения этот кондиционер может работать на обогрев при температуре воздуха за бортом до минус 15 градусов по Цельсию. Есть режим вентиляции и осушения, турбо режим, ночной режим с приглушением подсветки и снижением уровня шума. В целом неплохой кондиционер для небольших помещений, шум на ватт только немного. Но есть и хорошая новость. Уровень шума будет переваливать за 50 дБ только в режиме турбо. В остальное время кондиционер будет вести себя тише. Если найдешь инверторный кондиционер себе по душе во время просмотра этого видео, то обязательно загляни в описание. Там я оставил все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А еще рядом лежит промокод для тебя. Второе место досталось самому мощному инверторному кондиционеру сегодняшнего топа. Модели Electrolux премиального класса из серии Viking Super DC Inverter. В магазинах ее можно купить примерно за 160 тысяч. Эта сплит-система рассчитана на площадь помещения до 80 квадратов. Не самый востребованный формат, мягко говоря. Для подавляющего большинства бытовых потребителей мощность Viking избыточна. Плюсы этого климатического оборудования запишу 6 степеней очистки воздуха. Голосовое управление с Алисой, кучу режимов работы. Большое количество дополнительных функций и возможность обогревать огромное помещение даже при минус 30 градусах за бортом. То есть в большинстве регионов нашей страны этот кондицион можно использовать круглогодично. Да, размеры внутреннего блока Viking миниатюрными не назовешь. Но для комнатки, где и танк может затеряться, это не имеет никакого значения. Не забудь подписаться на канал Правильный Выбор, чтобы всегда первым узнавать об актуальных предложениях и новинках в самых разных категориях товаров. Ну и конечно поддержи меня своим лайком и комментарием. Третье место досталось еще одному кондиционеру Tuvio, на этот раз модели с мощностью охлаждения 9000 BTE, рассчитанную на помещение площадью до 26 квадратных метров. Обойдется эта инверторная сплит-система около 29000. Собственно, практически по всем параметрам этот продукт идентичен модели с первого места. У него тот же набор функций, те же габариты и вес, тот же хладагент и та же минимальная внешняя температура для работы кондиционера на обогрев. Отличается только мощность охлаждения и энергопотребления, а да, максимальный уровень шума больше на 1 дБ. Четвертое место занял еще один Electrolux. Модель для помещения до 80 квадратов с мощностью охлаждения 14 BTU будет стоить порядка 70000. Эта сплит-система не только менее мощная, чем Viking со второй позиции топа, но и менее функциональная. Например, у нее более слабые возможности по очистке воздуха. Не поддерживается управление со смартфона по Wi-Fi и голосовое управление. Ниже энергоэффективность, меньше пространства для маневра в плане монтажа. Однако, при взгляде на вдвое более высокий ценник навороченной модели можно задаться закономерным вопросом. А стоит ли переплачивать за эти плюшки десятки тысяч рублей? Для общения с Алисой Google-ассистентом не обязательно покупать дорогущий кондиционер. Голосовые помощники живут и в более доступных устройствах. Да, еще один важный момент. Минимальная температура для внешнего блока минус 20 градусов. То есть, пока отметка уличного термометра не упала ниже этого значения, сплит-систему можно использовать для обогрева помещения. Пятое место сегодняшнего рейтинга досталось сплит-системе VioMicros 12000 BTU. Охлаждающая способность этого кондиционера, уже по названию, хватает ее на обслуживание помещения площадью до 35 квадратов. В магазинах эту систему можно купить по цене в районе 46 тысяч. Чуть менее мощная модель в 9000 BTU обойдется 1000 на 4 дешевле. Виоми суббренд вездесущей компании Xiaomi, производящей чуть ли не все на свете. Кондиционер 12000 BTU отличается высоким качеством сборки, богатыми функциональными возможностями и высокой энергоэффективностью. Управляется со смартфона, с пульта и голосом, с полпинка интегрируется в умный дом Яндекса и Xiaomi Mi Home. В плюсы этого устройства запишу интеллектуальное распределение воздушных потоков, ультрафиолетовую очистку воздуха, экономичный и экологичный Freon R32. Недостатком можно посчитать минимальную температуру забор, там минус 7 градусов. Хотя недостаток условный, так как при нормально функционирующем центральном отоплении нет нужды включать зимой кондиционер на обогрев. В целом же Vio Micros 12000 BTU весьма неплохой кондиционер для не самых маленьких помещений, и в отличие от гаджетов Xiaomi в нем нет надоедливой рекламы. Не придумали еще куда ее пихать в сплит-системе. На шестой позиции оказался инверторный кондиционер Haier Tundra с мощностью 7 BTU и площадью помещения до 20 квадратных метров. Его стоимость около 38 тысяч. Поддерживается джентльменский набор режимов, работает в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до минус 15 градусов. В целом неплохая нешумная сплит-система на хладагенте R32 для небольших помещений. И последнее седьмое место досталось модели мощностью 9 BTU из линейки iGreen Pro DC Inverter компании Baloo. Этот кондиционер, рассчитанный на комнаты площадью до 27 квадратных метров, обойдется около 36 тысяч. Система неплоха и достаточно функционально интегрируется в HomeMin, умные дома Сбера, Яндекса и ВК. Для управления кондиционером со смартфона через Wi-Fi нужен отдельный блок беспроводной связи, предлагающийся в виде дополнительной опции. В базовую комплектацию он не входит. Минимальная температура за бортом для работы системы на обогрев минус 15 градусов. На этом, пожалуй, все. Если какая-то модель тебя заинтересовала, не забудь заглянуть в описание. Там тебя ждут ссылки на инверторные кондиционеры из этого ролика и приятный бонус в виде скидочного промокода для выгодных покупок. Подпишись на канал правильный выбор и поддержи меня своим лайком и комментарием. А теперь пока, до встречи в следующем выпуске!